В прошлом выпуске мы поговорили о том, как развиваться в профессии, как поддерживать интерес к тому, чем ты занимаешься. Но в этом выпуске мы будем говорить о C++ и, конечно же, о том, как обучаться, как изучать что-то эффективно, как строить планы на свою карьеру и иметь здоровые амбиции. Помимо того, что ты руководитель, у тебя есть еще одна такая область, не знаю, должность, род занятий. Ты преподаешь курс по C++? Да. Вообще, почему, как и зачем ты стал этим заниматься? Ты знаешь, тут история очень похожа на то, как я тебе отвечал на вопрос, почему я вообще стал разработчиком. Это было совершенно случайно. Я не педагог. У меня нет никакого педагогического образования. И я вообще считал, что я и учитель — это совершенно не пересекающиеся какие-то вселенные. Никогда себя не видел в этой позиции, никогда не рассмотрел. Первый звоночек прозвенел, по сути, когда HR, с которым мы проводили собеседование, как впоследствии выяснилось, работавший в компании «Отус», позвонила и озвучила примерно следующую мысль. Она говорит, помнишь, мы с тобой проводили собеседование? Ну, а мы с ней действительно, у нас был такой активный период, когда мы очень много собеседовали плюсовиков, и она была такая, выделенный специалист по плюсовикам. Юля, конечно, помню, как такое можно было забыть. Она говорит, а можешь вот ли ты сделать так же, как на собеседованиях, только не одного, а 50, и на камеру? Я в тот момент вообще не понял, о чем идет речь. Я приезжал в результате в офис «Отуса», мне два человека пытались объяснить, чего от меня требуется, и только после вот такого второго собеседования до меня дошло, что меня пытаются втянуть в преподавание. Я, честно, я не то чтобы смеялся, я был обескуражен от такого предложения, потому что мне казалось, что это вообще совершенно не мое, и поначалу я был склонен даже, не то чтобы отказаться, ну, я просто понял, что люди ошиблись, ну, с кем не бывает. И, в общем-то, не собирался никак эту тему совершенно развивать. Ну, и чары, это же такие люди очень опытные, и они говорят, ну, ладно, ладно, там, ты понял, что тебя втягивают во что-то не твое, не характерное для тебя, но у нас есть программа по курсу C++, можешь просто посмотреть и сказать, нравится, не нравится. Ну, в общем, короче говоря, развели меня. Я посмотрел на эту программу, говорю, ну, вот эта вот часть, кажется, не нужная, я бы ее убрал, а вот сюда вот я бы добавил там какие-то вещи. Она говорит, ну, а как бы ты вот там детальнее расписал эти вещи? Ну, вот так ты и так бы расписал. Потом оказалось, что можно сходить на какое-то занятие, послушать, как ведут себя преподаватели, и так вот незаметно одно занятие, второе занятие, и вдруг я уже заканчиваю курс онлайн-преподавателя, получаю диплом, понимаю, как правильно писать фидбэки студентам, понимаю, как правильно с ними общаться, как правильно вести само занятие, как его планировать, как структурировать свои собственные знания, и вдруг раз, и у меня оказывается своя группа по оси плюс плюс. То есть я туда попал, вот, просто был приведен за ручку, совершенно не характерная для меня деятельность, но, тем не менее, пока я понял, что... Да, кстати, про челленджи. Это челлендж. Это тот самый челлендж, который мне нужно было принять, и не знаю, что там получилось или нет, потому что пока мы только начинаем, у нас три, четыре, пять, сколько у нас там было, пять групп у нас прошло, которые пришлось принять. Здесь очень интересное получилось дополнение к основной работе, потому что тот опыт, который есть, и которым я могу поделиться со своими коллегами, он фактически ограничен кругом коллег, которые есть вокруг меня. А УТУС дает возможность сделать то же самое, только на большую аудиторию. Вот, это прям очень здорово. Это было очень страшно, но оказалось, что это дает внутреннее такое удовлетворение, что ли, от того, что ты можешь с кем-то поделиться, и при этом приходят же обычные студенты не совсем уж начального уровня. У них у самих есть чем поделиться, и чему у них можно научиться. В общем, это оказалось очень интересной движухой. Мы с тобой уже поговорили о том, почему C++, ну, то есть понятно, почему ты преподаешь C++, потому что это твой основной язык, ты с ним знаком, ты его хорошо им владеешь, и в себе уверен. Расскажи о самом курсе. Вот какие там основные точки есть? Вот когда ты увидел программу, может быть, можно сравнить, что там было, и что ты добавил? Ну, какие-то, вот расскажи о курсе, что там есть. Здесь, наверное, самое простое, это попытаться сфокусироваться на желаемых людях, которые хотелось бы увидеть на самом курсе. Сама программа, она была разработана так, чтобы человек был, если так можно применить такое слово, актуализирован в смысле технического бэкграунда, в смысле технических каких-то знаний. То есть мы форсированы на достаточном режиме, то есть, по сути, мы за 4 месяца должны поднять все навыки разработчика до некоторого уровня, который мы так для себя определили как middle-разработчик. Это курс, который предназначен для людей, у которых нет опыта программирования, или должен быть какой-то опыт уже? Должен быть. То есть мы совсем с нуля, для тех, кто пытается выбрать, кем он хочет быть, повар или программист, мы туда еще не позиционируем никакой курс. Мы предполагаем, что человек уже определился с профессией, возможно, даже определился с языком, или находится в стадии определения. он уже одной ногой программист. То есть он знает, чем отличается программа на языке C++ от текста на русском языке. Он понимает, чем отличается формулировка задачи для человека и формулировка задачи для компьютера, ну, грубо говоря, как строится само приложение. И вот таких мы дальше можем накручивать уже. Как определить, есть ли какой-то там, не знаю, типа вступительного экзамена, или какое-то тестирование, которое позволяет понять? У нас есть тест, который помогает студенту самому. Тут, правда, каждому студенту надо все время напоминать, что этот тест — это не экзамен. Этот тест, его нет смысла проходить ради того, чтобы просто получить какую-то оценку, потому что этот тест, он скорее как иллюстрация, что нужно знать для того, чтобы пройти без проблем курс. Если человеку трудно проходить тест, значит, он должен быть готов. Это не значит, что не надо идти на курс. Это значит, что он должен быть готов, что курс для него будет сложнее, чем для тех, кто на этот тест ответил, там, не задумываясь. Тот, кто ответил, не задумываясь, может быть, ему и смысл подумать, а даст ли ему что-то курс или нет. Потому что кажется, что многие-многие вещи он знает. Либо это может означать, что курс ему пройдет как раз наоборот хорошо. То есть это просто для оценки тех сложностей, которые ждут его впереди. Тест такой обязательно есть, да. Хорошо. Я прошу прощения, что я перебила, так и ушла далеко. Но давай вернемся к курсу все-таки. Расскажи подробнее, из чего он состоит, какие-то его основные. На самом деле это хорошая подводка к этому вопросу, потому что курс позволяет нам немножко выровнять саму аудиторию, которая приходит просто для того, чтобы не было большого разброса в уровне знаний. А во-вторых, мы хотим нацелиться на аудиторию, которая, например, может быть названа как джуны, джуниор-разработчики. Это те, кто закончил, может быть, недавно вуз, кто начал работать на позиции разработчика, по сути, на первой попавшейся работе иногда. Просто хоть куда-то взяли, он начал там опыт какой-то получать. Это раз группа. Вторая группа людей, которые даже уже медлы. И даже, может быть, имеют какой-то большой опыт разработки. И вот здесь кроется некоторая проблема. Человек, который долго работает в сфере, может быть лишен, объективно или субъективно, лишен возможности развиваться вместе с мировым комьюнити. Ну вот он находится в своей какой-то песочнице. У него есть какие-то свои коллеги, свой круг, какой-то задач. И он на самом деле, может быть, не настолько хорошо знает сейчас язык, не настолько хорошо знает технологии, потому что он ограничен тем окружением, которое есть у него на работе, на его действующей работе. И ему нужно помочь как-то это преодолеть. То есть на работе он не может. А ему нужно где-то снаружи все это прокачать. Для этого тоже подходит курс. И как раз в том числе этот курс и эту задачу решается в том числе. И есть еще такая категория, которые просто растратили часть своих навыков. Потому что я уже говорил, что и язык сам к себе, если плюс-плюс, это язык общего назначения, он очень широкий. Знать его весь очень тяжело. И всегда получается очень схожая картинка. У очень многих разработчиков она схожая. Ты приходишь в компанию, у тебя есть масса интересных задач. Ты и здесь участвовал, и тут участвовал. И ты знаешь все про многопоточность. Ты знаешь даже машинное обучение. Ты знаешь какие-то сетевые особенности. Накрутил, наверхтел сложную какую-то архитектурную задачу, построил систему сборок. В общем, прям молодец. И это все в течение первых нескольких месяцев, может быть лет. Потом все это выходит на такое плато, когда у нас разработка переходит в наращивание каких-то новых фичей. Потихоньку вот этот яркий полезный опыт, он начинает немножко покрываться пылью. Потому что мы начинаем решать какие-то типовые задачи. Мы уже забыли, как работает сеть. Мы уже забыли, как работает многопоточность. Потому что мы это делали много лет назад. Это все хорошо работает. Проблем никаких нет. И вдруг ты понимаешь, что если тебе сейчас понадобится многопоточность, ты забыл, как это работает. И вот здесь как раз добро пожаловать на курс, потому что мы заставим все это вспомнить. Все, что есть у нас в языке, все поднимем, пыль со всего стряхнем и покажем, как это делается на современных языках. А применительный, кстати, к плюсам еще, есть и дополнительный фактор. Сейчас у этого языка прям такой яркий период расцвета. Он очень активно модернизируется. И есть большое количество разработчиков, которые всегда считали себя очень опытными. Я, кстати, сам в какой-то момент оказывался в этой ситуации. И вдруг приходит новая версия языка, которая вообще не похожа на предыдущую. Потом еще одна, еще одна. И ты понимаешь, что ты просто не успеваешь за этим языком. Грубо говоря, тот язык, который ты когда-то изучал, это уже совсем не тот язык, который сейчас изучают. И для того, чтобы себя довести до этого уровня, тоже нужна какая-то, ну какой-то такой правильный педагогический пендель. Вот задача нашего курса как раз такой толчок дать. Вопрос, который часто возникает тоже у моих подписчиков. Многие из них, ну действительно пытаются там брать какие-то курсы. Есть там разные знаменитые платформы, которые позволяют как-то самостоятельно обучаться. Вот на твой взгляд, чем отличаются успешный и неуспешный студент? Какими качествами человеку нужно работать, чтобы быть успешным студентом, хорошо учиться, усваивать информацию? Одно из качеств я уже озвучивал, когда рассказывал про успешного разработчика. Оно здесь же хорошо и в студенте. Это наглость. Если студент пасует перед взаимодействием с преподавателем, то есть принимает на веру все, что говорит, или слепо пытается использовать все, что говорит преподаватель, это не очень хорошо. Это по сути означает, что он выполняет роль какого-то медиума. То есть ты через него разговариваешь с его собственным компьютером, и как таковой ценности она не очень высока. Когда он сам включается в этот самый процесс и может аргументировать, например, почему бы он не так стал делать, почему он сделал именно так, почему он принимает твои замечания или не принимает твои замечания, в этом всегда видно процесс работы такой мыслительный. Поэтому это всегда идет в плюс. То есть если человек не просто там, я не имею в виду просто людей, которые дерзят в ответ, а делают это аргументированно. Я про таких. Это всегда в плюс. На мой взгляд, это значит, что человек несет ответственность за то, что он делает сам. Не просто принял чье-то мнение и попытался его как-то реализовать, а он принял эту ответственность на себя, он самостоятельно в этой разработке участвует. Это вот первая важная часть. А вторая важная часть – это, наверное, ну, любопытство может быть, самый подходящий такой термин, самое подходящее слово. Когда человек… Всегда видно, в каких пределах задачу решает человек. Всегда видно, что он решает ее очень узко или видно, что он решает ее широко. Когда человек решает ее очень узко, это означает, что, в общем-то, ничего, кроме решения этой задачи, у него сейчас в голове не проигралось и, скорее всего, вот в виде такого полезного осадка не осталось. А когда человек начинает делать нестандартные какие-то ходы, видно, что он прощупывает какую-то почву, экспериментирует, это всегда хорошо. Это тоже надо уметь делать. То есть совсем люди, которые безбашенно креативят, это тоже не очень хорошо, но это хотя бы регулируется. То есть человек должен переболеть вот этим вот болезненным созданием чего-то нового, использованием чего-то такого нестандартного и научиться как-то всем этим управлять. Но сам факт наличия вот этого качества – это очень здорово, потому что развить любопытство там, где его изначально нет, это, мне кажется, гораздо сложнее. Поэтому я вот для себя всегда студентов выделяю вот эти два основных качества. Они не всегда присутствуют одновременно, но чаще, да, присутствуют одновременно оба. Это дерзость и любопытство. А что касается способов или методик изучения, вот эффективного изучения, понятно, ну ладно, допустим, есть какие-то качества у человека, которые позволяют ему, может быть, как-то усваивать информацию лучше. Но вот с точки зрения преподавателя, организации твоей работы, есть ли у тебя какие-то методики, которые, на свой взгляд, позволяют студентам усваивать информацию быстрее, или эффективнее? Я, наверное, отвечу на этот вопрос даже не столько применительно к студентам. У них я в любом случае стараюсь по этому пути направить. Самый, кажется мне, тут надо же понимать, да, что это такое мнение субъективное, мне кажется, что самый лучший учитель, который есть, это грабли, ловушки, шишки, проблемы, которые набивает человек по ходу своей карьеры, по ходу своей какой-то там деятельности. Поэтому моя задача как руководителя, моя задача как в том числе преподавателя не лишать возможности студента ошибиться и исправить ошибку. Вот та часть, которая отвечает за вот это вот ошибся, понял, в чем ошибся и исправил, это оставляет самый сильный след после занятий. Это просто всегда видно. То есть там, где человек вдруг прошел, например, какую-то практическую задачу, ни разу не споткнулся, у него все хорошо, всегда есть ощущение, что она для него далась легко и никакого осадка она ему не оставила. Поэтому если удается заставить человека ошибиться и разобраться с этой ошибкой, я вот считаю это успехом. Для меня это прям самое сладенькое, потому что я точно знаю, что в следующий раз человек заранее примет правильное решение. То есть его нельзя... Можно долго объяснять человеку, что лампочка горячая, и до тех пор, пока он сам ее не потрогает, для него это будет просто пустой звук. Он просто будет помнить, что она горячая, но что она означает, на какой дистанции надо держаться от лампочки, как правильно ее брать в руки. Это же все очень важно. Одно дело, когда я просто знаю, что она горячая, другое дело, что я могу ее выкрутить даже горячей, например. Вот нам надо в программировании то же самое добиться. Недостаточно знать, что есть какой-то безопасный способ решить задачу. Надо знать, какие там есть подводные камни, к чему это может привести. Вот просто знать, потому что я это когда-то делал, я знаю, что произойдет, если я это сделаю неправильно, в каких пределах я могу ее сделать неправильно. И все это, по сути, приходит именно не просто с опытом, а с опытом ошибок. Да, звучит резонно. Что касается студентов, вот были ли у тебя такие случаи, когда ты присматривал себе людей в команду среди студентов? У меня такие случаи есть постоянно. И здесь есть, наверное, та часть, которую я не могу выполнить где-то самовольно. Мне бы очень хотелось кого-то взять. Но, несмотря на то, что я работаю в компании и в одной, и, получается, веду занятия в другой, они между собой должны, прежде всего, конечно, договориться, как правильно происходит при этом найм студентов, чтобы не получилось, что я втихую ворую студентов из золотых и выбираю себе в команду. Поэтому, да, конечно, такое желание есть. Но, тем не менее, все это заурегулировано партнерскими отношениями между командами. Но здесь же какая-то ситуация прекрасная. Уж для меня-то прям точно. У нас есть собеседование. Ну, вот обычное классическое собеседование, да. Я уже говорил о том, что там стоит перед нами задача практически невыполнимая. Когда мы должны за час определить, подходит нам человек или нет. Мы должны напридумывать ему что-то. Мы должны быть готовы к тому, что он находится в состоянии стресса, ему страшно. Он, может быть, вообще блокируется и не может на вопросы ответить. Это мешает определить, а как он будет себя вести во время регулярной работы. Я же понимаю, что когда он придет на работу, когда вот у него там схлынет вот это ощущение, что у него испытательный срок там или еще что-то, он же будет себя вести совершенно иначе. И вот мне нужно было за этот час докопаться, а как бы он себя вел. А когда ты проводишь курсы, ты с этими людьми находишься 4 месяца, ты с ними общаешься во время проведения занятий, ты с ними общаешься во время работы с какими-то практическими там садами, с его персональными, с какими-то вопросами, которые возникают у нас в специальных чатах, там в комьюнити, когда люди сталкиваются с вопросами и начинают друг другу понимать. Ты их наблюдаешь в течение 4 месяцев, там кладезь информации о том, хочешь ты работать с таким человеком, не хочешь, готов ты его рекомендовать или нет. Поэтому, конечно, там масса людей, с которыми я бы хотел работать, потому что они классные, они умные, но воровать не хочу. Сейчас такой век, век, не знаю, десятилетия, пятилетия, когда очень на хайпе, скажем так, образование, онлайн-образование. Как-то люди очень быстро могут переучиться, есть такие профессии, которые буквально осваиваются за несколько месяцев, типа QA, типа, может быть, в какой-то степени UX, UI-дизайнер, может быть. И у меня в связи с этим есть вопрос, связанный вообще с таким противостоянием университетского образования и онлайн-образования. Вот наверняка за 20 лет опыта своей работы ты сталкивалась с людьми, которые люди там самоучки, не знаю, по YouTube-роликам учились или, может быть, не по YouTube-роликам, но там по каким-то коротким курсам и люди, которые пришли после университета. Есть ли какое-то отличие, вот такое принципиальное, насколько ты считаешь важно получать именно высшее образование по профилю программирования или каким-то смежным профилям? Я сейчас постараюсь как можно честнее ответить на этот вопрос и очень не хочется, чтобы я вдруг кого-то расстроил или обидел, потому что разница есть. Она очень сильно чувствуется, она чувствуется и во время прохождения собеседования, она чувствуется и во время уже регулярной работы. Бэкграунд, который успел накопить человек за 5 лет обучения в университете, он не исчезает бесследно, он есть. Это та база, которую успел человек нахватать себе. Я думаю, что это сильно зависит еще, конечно, от вуза. Я сейчас говорю про образование не просто высшее, а образование профильное. То есть пришел человек, который учился на разработчик и работает разработчиком. Потому что есть люди, которые получают высшее образование, а потом работают у нас довольно, ну, я не знаю, это, наверное, не очень хорошо, но у нас это распространено, когда человек получает одно образование, а потом работает совершенно в другом направлении. Вот даже между такими студентами, такими работниками разница всегда чувствуется очень сильно, то есть тот, кто получал профильное образование, чувствуется, что за его спиной большой объем знаний, он быстрее схватывает, он меньше нуждается в каких-то корректировках, он быстрее комбинирует у себя в голове какие-то разные возможные задачи, возможные решения, то есть он более подготовленный, поэтому разница, конечно, есть однозначно. Если сейчас ты меня не подведешь к вопросу, может ли заменить онлайн-образование или академическое образование, то я бы сказал так, что вот это вот образование, которое профильное, оно, конечно, оно прекрасно. Я видел очень большое количество людей, я всегда преклоняюсь, причем я каждый раз понимаю, что люди, которые иногда на собеседовании, видно, что человек приходит без практического опыта, но те знания, которые он притащил из университета, из высшего учебного заведения, они существенно объемней и структурней, что ли, тех, которые я в свое время вынес из вуза сам. То есть это такая очень, это очень приятная такая тенденция, то, что люди выходят более подготовленные, чем это было когда-то давно, когда я, собственно, сам заканчивал вуз. То есть онлайн-курсы, трудно их оценить вклад, вот почему. У меня сложилось ощущение, что люди, если бы я мог провести, я сейчас вот так отвечу на этот вопрос, если бы я мог провести такой эксперимент и заставить всех людей пройти через онлайн-курсы и потом сказать, насколько они были эффективны, глядя на результат, собственно говоря, всех людей, я мог бы дать, наверное, более объективный ответ. Но пока у меня есть ощущение, что онлайн-курсы, они больше работают как маркер. Они сами по себе притягивают людей таких, которым эти курсы помогают. То есть у человека у самого есть изначально какой-то стимул, какая-то мотивация, он хочет себя прокачать, он приходит на онлайн-курсы, он их заканчивает, он их прокачивает. И в результате получается хороший прокачанный специалист, это видно всегда. Но мне кажется, что изначально вся изюминка кроется именно в человеке, а не в курсе. То есть сам факт того, что он туда пришел, что он его не фальшиво прошел, а он старался, работал на этом курсе, это всегда видно. И даже когда вот у нас есть курс отуса и есть студенты, которые приходят после других каких-то занятий, и там даже всегда видно, вот ты задаешь вопрос, и кто-то пытается понять, собственно говоря, что спросил преподаватель, а кто-то даже уже находит подвох вопросик. Ну то есть видно, что человек более подготовленный. И когда задаешь вопрос, как же так получилось, что вы знаете ответ на этот вопрос, ну я вот там какие-то курсы проходил. То есть они, все это остается в голове, и это прям очень здорово. Это тоже очень видно. Самообразование. Ну вот ты преподаватель, но уделяешь ли ты время собственному самообразованию? И какие ресурсы используешь, что изучаешь? У нас так построено, хотела сказать, образование, хотела сказать, построена жизнь, понял, что формулировка неправильная, она просто так устроена, что вокруг много чего меняется постоянно. И люди, которые получают образование в тот момент, когда я его получал, и люди, которые получают образование там сейчас, вот это базовое образование, оно совершенно разное. То, что я получал в качестве базы, а потом наращивал каким-то опытом, каким-то, не знаю, пробирался сам через какие-то дебри, сейчас современным выпускникам дается как данность. То есть для них это прям данность. Они не должны проходить какой-то путик, через который я пробирался, или мои ровесники пробирались, потому что для них это все разжевали, систематизировали, сделали методички, и всему этому научили в университете. Но даже для них через какое-то количество времени будет такая же разница. Они будут понимать, что люди, которые сейчас выходят из вузов, они имеют совершенно другое образование. То есть для того, чтобы нам быть актуальными, нам быть как-то синхронными, мы все равно должны свое образование каким-то образом тюнить. То есть оно устаревает, по сути, сразу после того, как мы получаем диплом. Каждый следующий день, каждый следующий месяц, год, они нас отталкивают назад. Вернее, не отталкивают назад, а оставляют нас позади. Мы всегда должны наращивать что-то. Это вообще процесс, который безостановочный. Нельзя там пройти один раз курсы, вырваться там, и все. Это надо делать постоянно. И в том числе, даже если ты преподаватель, это надо делать в том числе и преподавая. Мы должны менять в том числе и курс, мы должны менять программу. Она не может быть сформулирована раз и потом остаться без изменений. И я как и преподаватель должен заниматься самообразованием для того, чтобы можно было улучшить саму программу, улучшить взаимодействие со студентами. И как сотрудник, как разработчик я должен делать то же самое для того, чтобы я был актуален, что так можно выразиться на рынке. Поэтому самообразование – это обязательный процесс. Он должен быть у всех. И мне кажется, это не только потому, что там айтишники, а вообще у всех. Просто потому, что все меняется. У нас жизнь очень динамичная. Вопрос к тебе, как человеку, все-таки уже с таким большим опытом, какой-то карьерой построившейся. Как в век нынешний, когда сейчас программисты очень востребованы, они получают большие зарплаты действительно. И, казалось бы, все против того, чтобы как-то развиваться. Потому что люди находятся во многом в таких тепличных условиях, хорошая зарплата, устроиться на работу всегда можно. Казалось бы, можно найти фриланс, уехать в Таиланд, жизнь поживать и добра наживать. Или просто, не знаю, ходить на работу, путешествовать достаточно часто, покупать, может быть, какую-то там недвижимость, если нужно. То есть, в принципе, такие условия хорошие, тепличные, может, в какой-то степени. Как не терять вот этого желания развиваться? Или не то, чтобы не терять, а откуда его брать? Откуда мотивироваться? Вот как у тебя было? Что тебя заставляло идти дальше? Слушай, ну мне кажется, вот то, что ты сейчас озвучил, оно больше похоже на, не знаю, на какой-то, может быть, на стереотип. Потому что в моем, как минимум, окружении, и непосредственном, и ближайшем, вообще стойкое ощущение, что вопрос денег, он всплывает не потому, что их мало, или не потому, что они не работают, а потому что перестает устраивать какие-то другие вещи. И здесь получается, что главную роль играют как раз не деньги, то есть они не играют роль ни мотиватора, ни демотиватора. Их не бывает, ну, наверное, слишком мало, если не хватает даже на жизнь, там, это может быть, но всегда есть какая-то величина, после которой деньгами особенно не интересуются. Самое важное, на что обращают внимание, это всегда интересные задачи, интересная работа. Вот если она драйвит, если это интересно, если ты не скучаешь на работе, если ты не думаешь, как уйти пораньше, думаешь, как пораньше прийти, и у тебя постоянно в голове рой каких-то вопросов, это хорошо, вот это мотивирует. А деньги там кажутся всегда на второй части, поэтому вот такая интерпретация, что денег получается мало, и это демотивирует, я сам лично никогда не встречал. Поэтому вот я в такой постановке, наверное, даже не то чтобы ответить не смогу, я даже скорее не согласен с такой постановкой. Ну, а что касается спроса, все-таки действительно сейчас дефицит, и я уверена, что не только у нас здесь вот в Кремниевой долине, да, что здесь всяческими способами стараются переманить друг у друга, перевезти откуда-то, но я уверена, что и в Москве действительно дефицит разработчиков, и это тоже немного расхолаживает или нет в том, чтобы развиваться, ну, как-то быть конкурентным, потому что дефицит, ну, какая конкуренция, ну, она есть, конечно, но... Ну, я понимаю, как это может быть выглядит со стороны, что есть избалованные люди, которых там переманивают какими-то большими зарплатами. Здесь деньги — это все равно некоторый, кажется, простой способ договариваться о том, здесь ты работаешь там или в каком-то другом месте ты работаешь. Я вот далеко не уверен, что даже при всех этих манипуляциях людей это каким-то образом расхолаживает. Да, это может быть способ сдвинуть тебя из одной компании в другую, потому что айтишники — это люди малоподвижные в этом смысле точно. Бывают, конечно, скакуны, ну, скакуны в смысле HR, я не знаю, как они там правильно называются, которые часто меняют, помалу работают и часто меняют компании, но по большей части люди из этой области задерживаются надолго, и сдвинуть человека из компании, помочь ему, вернее, не помочь ему, а как раз заманить его к себе — это довольно сложно, потому что сам он в этом смысле инициативу может и не проявлять. Если у него интересная задача, если у него есть печеньки, кофемашина, его тяжело перетащить, и вот здесь могут сработать деньги, но это не потому, что он там демотивированный или он демотивируется после того, как перейдет в другую компанию. Нет, он может перейти в компанию, которая может даже быть там более именитой или более там технологичной, но если ему достанется скучный какой-то кусок, то он оттуда точно так же уйдет. То есть это совершенно нелояльные в этом смысле люди к деньгам. Но, опять же, я сделал поправку на свое окружение, может быть, оно у меня немножко деформированное. В какой-то момент у почти всех разработчиков, за малым исключением, все равно встает вопрос, как развивать дальше свою карьеру. Несмотря на то, что ты сказал, что у тебя как-то это все так органически складывалось, но я уверена, что в какие-то моменты все равно ты задавал себе этот вопрос, и ты думал, а в какую мне там стезю идти? Заниматься дальше, не знаю, расти в архитекторы, заниматься, ну там, руководить разработкой, или уходить в менеджеры, или, может быть, даже начинать какую-то свою компанию и прочее, и тому подобное. Вот какие вопросы ты себе задавал в этот момент, чтобы понять, чего ты хочешь? Потому что я, правда, наблюдаю, что в какой-то момент люди не знают, чего они хотят, и не знают, какие вопросы задавать себе, чтобы понимать, как дальше развивать свою карьеру. Ну, я бы, наверное, здесь одну только мысль важную озвучил. Специальных вопросов, наверное, я, конечно, не перечислю, которые помогают ответить на этот вопрос, но я знаю точно, что очень сильно мешает, сильно мешает ограничение своего будущего, я не уверен, что это правильно сейчас говорить, это такая, получается, формулировка, она не очень, то, что я сейчас хочу сказать, оно не очень, может быть, правильное с точки зрения HR, но если мы говорим про конкретного человека, а не про его работу в компании, то оставим это за скобой, пренебрежем. Самую большую ошибку, которую в этой ситуации, мне кажется, можно сделать, это пытаться рассматривать свое будущее в пределах какой-то компании. Вот я работаю в компании А, я понимаю, что я там достиг какого-то потолка, или мне кажется, что я достиг какого-то потолка, и я пытаюсь найти выход именно внутри. Я пытаюсь понять, куда мне двигаться дальше, а вдруг там некуда уже, вдруг там все, я тем лид, а выше тем лид, да, уже там какой-то директор по продажам, и я не знаю, в чем здесь я. Может быть, уходить куда-то в сторону, там, в какие-то менеджеры, в какой-то саппорт, не знаю, там, то есть найти какую-то свою нишу в пределах этой компании. Это вот точно совершенно обречено на провал. Если вы найдете для себя какое-то место, то есть вы понимаете, кем вы хотите быть, вы понимаете, куда вы хотите двигаться, и у вас в компании есть такая позиция, это хорошо. Но если у вас такой позиции нет, это может вас как раз ввести в состояние, когда вы не знаете, куда вам двигаться. Но не потому, что вы этого не знаете, а потому, что вы ограничили себя вот этим вот пространством. Из этого пространства надо выйти. Может быть, надо искать себе какую-то другую работу. Ближе к дому больше денег, интереснее работать. Там простая формула такая. Но в любом случае из этого состояния выйти, потому что, может быть, вам и не надо никуда принимать каких-то решений, что вы должны перейти из одного состояния в другое. Вам просто достаточно получить новую предкладную область, и вы опять будете гореть, и в течение ближайших пяти лет вообще думать об этом не будете. Если для себя нету какого-то четкого ответа на этот вопрос, здорово попросить у кого-то помощь. То есть не ковыряться с этим в одиночку, а просто кому-то подойти и сказать, что вот у меня есть такая проблема, мне надоело, например, заниматься разработкой, и мне скучно сейчас это делать. То есть для того, чтобы произошли какие-то изменения, нужно, чтобы человек прежде всего осознал, что именно его стало не устраивать. Если он может это сформулировать, и ему есть с кем это обсудить, это надо обязательно делать. Ну, я уже важную мысль озвучил, что не надо бояться рассматривать себя за пределами компании, это не должно быть какими-то скобками, которые вас ограничивают. Если есть возможность с кем-то поговорить, этот кто-то может вам помочь попробовать себя в той области, которую, например, снаружи, вы изнутри себя можете, например, не видеть тем лидом. Ну, вот вы знаете, вы все привыкли работать с тем лидом. Вот вы знаете, что он тем лид, я, допустим, разработчик, и никогда не думал, что я тоже могу быть тем лидом. Ну, просто потому, что никогда не думал на эту тему. Если вы можете попросить у кого-то советы, и сказать, я хочу что-то поменять, и человек скажет, ты вообще хороший кандидат на тем лидом, можешь попробовать себя в этой области. Фактически вам дают шанс внести вот эти изменения в свою жизнь, при этом этот шанс, он такой достаточно, ну, не то чтобы он прям совсем безответственный, но он для вас удачный. Из-за него надо хвататься, надо пробовать такие вещи, отвечать себе на вопрос, интересно вам это направление или нет. В любом случае, пока вы не попробуете, мне кажется, ответ на этот вопрос получить будет нельзя. Но это возвращается, опять же, к мысли про шишки, шишки и, как они там, грабли. Да. Есть смысл пробовать. Если вы поймете, что вы сможете внутри, например, компании попробовать какие-то разные позиции, так, чтобы это не было для вас крахом, ни с психологической точки зрения, ни с точки зрения профессиональной, ну, не получилось, откатились назад, это прям вообще идеальный такой вариант, особенно если вам кто-то поможет в этой части. А как правильно организовать свое время? Почему спрашиваю? Потому что все-таки руководитель, это такая ответственная должность, понятно, что, наверное, это не всегда 8 часов рабочего дня, и все, до свидания, и дома забыли про работу. Плюс еще и преподавание. Как сделать так, чтобы все вот это успевать? О, слушай, вот это вот прям вопрос, вопрос прям болезненный. Потому что я не знаю, как это сделать. Можно насобирать себе занятия, на которые реально просто не хватит времени. Ну, есть такая, какие-нибудь, как они там называются, тренеры, они так могут говорить, нет такой ситуации, когда у вас нет времени. Бывает так, что недостаточно хочешь. Есть ситуации, когда нет времени, просто реально, потому что все нашпиговано чем-то, и даже какими-то личными делами, и каким-то отдыхом, и все успеть совершенно нереально. Тем не менее, получается, что отчасти, наверное, задача твоей, одной руководительской, вот этой, как сказать, короче, должности, она состоит в том, что ты как-то оцениваешь, например, сколько у человека займет часов выполнения этой задачи, или там есть какая-то задача, сколько на нее должно быть разработчиков и часов. Наверное, поэтому у тебя есть какое-то представление о том, сколько на себя взваливать, чтобы успевать. Вот с этой позиции. Это отличная иллюстрация, потому что здесь получается как раз такой сценарий. Сколько займет времени задач у разработчика, я знаю. И я могу ему об этом сказать, я могу это учитывать. Чаще всего я там угадываю плюс-минус сколько-то, но применительно к другим людям, применительно к себе, у меня это вообще не работает. То, сколько активности возникает вокруг, и правильно ее запланировать так, чтобы это не приводило к каким-то перегрузкам, я такого сценария, честно говоря, не нашел. Потому что как только ты чувствуешь, что у тебя освобождается время, всегда найдется что-то, что это время обязательно займет. То есть как только тебе удается нормализовать твою текущую деятельность, тут же возникает ощущение, что у тебя освобождается время, и можно попробовать что-то дополнительное еще, и тут же ты скатываешься в ситуацию, когда у тебя опять нехватка времени. Единственное, к чему я пока пришел, это в какой-то момент возникает, это не про тайм, наверное, менеджмент, это не про то, как правильно организовать время, это про то, как не забыть что-то проверить, не забыть, не знаю, какую-то гипотезу кому-то что-то сказать, где-то что-то купить, потому что иногда вот эти мысли, особенно креативные, они пролетают вот так вот. Если не успел сосредоточиться на ней, то, считай, мысль пролетела. Я просто приучил себя это записывать. Это, пожалуй, единственный, единственный необычный, необычный такой, может быть, скилл, который связан с контролем времени, потому что здесь есть, при таком высоком интенсиве, есть риск что-то просто упустить из внимания, забыть. Даже не упустить, а именно забыть. Да, я когда-то об этом думал, но из-за того, что на меня что-то навалилось, я про это забыл. Ну и, по сути, это могло быть что-то интересное, перспективное, вылетело из головы, и хорошо, если бы там когда-нибудь еще вспомнил. Вот эта часть мне помогает. Но это, конечно, к сожалению, не добавляет дополнительных числов в сутки. А есть ли какие-то книги, которые ты можешь порекомендовать разработчикам, или, может быть, руководителям, или вообще в целом, не знаю, людям почитать? Может быть, они связаны с тейп-менеджментом тем же, да? Или просто с какими-то другими вещами, с профессиональным развитием? Книг, которые помогают изменить человека, я просто не видел. Поэтому книжки для себя я делю на две части. Это технические справочники, и это художественная литература. Художественную литературу мы читаем ту, которая нам нравится. Технические справочники помогают нам отвечать на вопросы, которые у нас возникают в процессе нашей деятельности, в процессе нашей работы. Какой-то такой книжке, которая сделает такой левел-ап мне, то есть я был на одном уровне, прочитал книжку и стал на каком-то другом уровне, я в такие истории, честно говоря, просто не верю. Поэтому обманывать кого-то и говорить о том, что прочтите такую-то книжку и успех там к вам придет, я сейчас, наверное, не рискну, потому что я в такую историю не верю сам. И книг таких я, честно говоря, не видел. Я могу сказать, что есть полезные справочники, есть качественные, есть подробные, если говорить про техническую литературу. Но книга, которая сама по себе выведет человека на какой-то другой уровень, я не видел. Как приложение, как учебник к какому-то процессу, наверное, книга может быть полезна. Но сама по себе без какой-то практики, без какого-то применения живого, без какого-то более интенсивного переваривания тех знаний, которые есть в книге, кажется, имеет все шансы вылететь просто в трубу. У меня последний вопрос, который про твою карьеру. Как ты себя видишь, свою карьеру в дальнейшем? О, это такой вопрос, как это один из самых нелюбимых вопросов на собеседовании. Это правда, да. Поэтому я решила, что тебя нужно тоже так. Ну, я, наверное, отвечу пока так. Во-первых, я очень надеюсь, что никакие прогнозы, которые можно было бы дать, не сбудутся. Мне очень нравится, что у нас жизнь очень сильно меняется во всех смыслах. Она меняется и в технологических смыслах, и в каких-то... в смысле прогресса такого бытового. Очень много разных каких-то изменений. И мне очень хочется, чтобы я не мог угадать, что произойдет через 5-10 лет. С точки зрения того, что сейчас меня драйвит и будет драйвить в ближайшее какое-то время, это возможность делиться опытом вот в группе и в компании. То есть я сейчас понимаю, что это очень здорово работает. И в ближайшее время я как раз планирую в этой части заниматься. Это то, что касается преподавания, это то, что касается организации, деления знаний внутри самой компании. И Лотуса, и Рамблера, в котором я сейчас работаю. Вот эта часть кажется мне пока основной и, наверное, приоритетной. Что будет дальше, я не знаю и знать даже не хочу. Хочу, чтобы это было для меня сюрприз. Здорово. Спасибо за ответы, за интервью. Я думаю, что мои подписчики сейчас просто захотели отправить тебе резюме. Потому что, правда, разговор получился очень интересным. И ты кажешься очень таким интересным человеком, руководителем, который действительно может дать многое и с которым можно комфортно работать. Спасибо тебе. Были очень интересные вопросы. Интересно было на них поотвечать. Интересно было даже подумать над ответами над этими вопросами. Потому что сам-то в обычной жизни я, конечно, на них никогда не отвечаю. Это было само по себе любопытно. Очень большое тебе спасибо. Мне очень приятно это слышать. Спасибо. Ну, а вам спасибо за то, что досмотрели это видео. Надеюсь, оно вам поможет построить правильный план на вашу карьеру. И, конечно же, учиться эффективно. Если вас заинтересовал курс по СИПлюс Плюс Дмитрия Шабардаева, вы можете найти ссылочку на него в описании к этому видео. Ну, а мы с вами встречаемся в следующем видео. Не забывайте подписаться на канал. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok